В этом выпуске я сравню вооруженные силы Вьетнама и Таиланда, ведь все, как мы знаем, познается в сравнении, а также, конечно же, расскажу массу интересных исторических фактов об этих странах. Погнали! А для начала давайте сделаем краткий обзор вооруженных сил Вьетнама. Годом создания вьетнамской армии считается 1944-й. Ее формирование осуществлялось в условиях борьбы вьетнамского народа за независимость от колониального правления Франции. Сухопутные войска являются основным видом вооруженных сил республики и ее главной огневой мощью. Танковый парк состоит из 1300 танков. Сколько из общего количества стоит на вооружении, сказать затруднительно. Самыми массовыми являются Т-55, модернизированные с помощью Израиля, а также созданные на их основе Т-62. В 2019 году Вьетнам получил 64 новейших российских танка Т-90, которые должны заменить стоящие на вооружении советские Т-55. На вооружении стоят и множество других устаревших китайских и советских танков. Имеется около 2500 бронированных машин и бронетранспортеров. Это модернизированные советские БМП-2 и БТР-60. Вьетнам имеет около 2500 артиллерийских орудий, минометов и систем. Самоходная артиллерия представлена советскими Акация и Гвоздика. Реактивная артиллерия состоит из установок ГРАД. Наземная противовоздушная оборона сочетает в себе современные российские комплексы С-300 и устаревшие С-125. Имеются и советские оперативно-тактические ракетные комплексы Р-300. Военно-воздушные силы имеют около 200 самолетов и около 90 вертолетов разного назначения. Парк истребителей в основном состоит из более чем 100 МИГ-21. Но имеются также 11 более современных истребителей Су-27. И 12 новейших истребителей-бомбардировщиков Су-30, закупленных в 2010 году. В вертолетный парк входят такие машины, как ударные Ми-24. И многоцелевые Ми-17. Военно-морской флот Вьетнама имеет около 80 крупных боевых кораблей и судмарин. Имеется 6 дизельных подводных лодок проекта «Варшавянка», закупленных в России. Основу ударной мощи вьетнамских ВМС пока составляют ракетные катера советской и российской постройки. Среди них 14 катеров типа «Молния» с ракетным комплексом «Уран». Вьетнам приобрел лицензию на постройку этих кораблей у себя. Имеется два российских корвета «Гепард-3.9» и голландские фрегаты типа «Сигма». Всего заказано 4 таких корабля. Остальное – это малые катера, тральщики и десантные корабли, построенные в самом Вьетнаме и в Советском Союзе. Интересные исторические факты о Вьетнаме и его армии. Большое влияние на вооруженные силы Вьетнама оказал значительный боевой опыт, полученный во время Вьетнамской войны с 1957 по 1975 год, в которой США воевали против Северного Вьетнама на стороне Южного Вьетнама. Война закончилась объединением страны после победы Севера и эвакуации американских войск. А также войны с Камбоджей с 1979 по 1989 год. Напряженные отношения сложились и с Китаем. В 1979 году была Китайско-Вьетнамская война, после чего происходили столкновения на границе между странами. В последние годы Вьетнам стал одной из ключевых стран региона, которая делает ставку на морскую политику. Вьетнаму удалось найти стратегического союзника в лице своего старого партнера. В настоящее время Индия совместно с вьетнамскими компаниями осваивает нефтегазовые месторождения Южно-Китайского моря. Это привело к еще большему напряжению Вьетнама-китайских отношений. Несмотря на тот факт, что обе страны придерживаются коммунистической идеологии, Китай на протяжении последних десятилетий остается основной угрозой для национальной безопасности Вьетнама. Все большее недовольство Вьетнама вызывает китайские претензии на большую часть Южно-Китайского моря, а также на Поросельские острова. И острова Спратли. В 2014 году Индия пообещала укрепить вооруженные силы Вьетнама на фоне непростых отношений с Китаем из-за спорной зоны, продав военно-морские патрульные катера. После распада СССР Вьетнам и США взяли курс на преодоление враждебности, которая сохранялась между двумя странами после завершившейся Вьетнамской войны. В 2000 году впервые после войны Вьетнам посетил министр обороны США, а в 2010 и в 2011 годах две страны провели совместные военно-морские учения. В начале октября 2012 года США частично сняли эмбарго на поставки вооружения Вьетнаму, которое действует с момента окончания Вьетнамской войны. Еще одним партнером Вьетнама, в первую очередь в военной сфере, долгие годы является Россия. В 2013 и 2014 годах между Россией и Вьетнамом были подписаны соглашения о создании совместной базы для обслуживания и ремонта кораблей и судмарин в Камрани, благодаря которой российский флот стал иметь опорный пункт для проходов в Индийском океане. Теперь давайте сделаем краткий обзор вооруженных сил Таиланда. Королевские тайские вооруженные силы возникли в 1852 году. Главная задача тайских вооруженных сил – это защита суверенитета и территориальной целостности королевства. Однако они также обязаны защищать монархию Таиланда от различных угроз как иностранных, так и внутренних. На вооружении и хранении сухопутных войск Таиланда имеется около 800 танков, из них только 200 в боеготовом состоянии. В их числе старые американские М-60. Легкие Стингрей, разработанные в США в 1988 году. Английские Скорпион, производимые с 1972 года. И современные украинские Оплот-М. Всего должно быть поставлено 49 таких танков. Имеется около полутора тысяч боевых машин пехоты, бронеавтомобилей и бронетранспортеров. В их числе старые американские М-113. Американские бронетранспортеры «Страйкер», полученные в 2019 году. Китайские современные ВН-1. И современные машины украинского производства «БТР-3». Сухопутные войска имеют примерно 2500 артиллерийских орудий и систем. В основном вся техника устаревшая. Самыми современными самоходными установками являются 155-ти миллиметровые американские М-109. И французские «Цезарь». Реактивная артиллерия представлена системами DTI, собственного производства, собирается по китайской лицензии. Наземная противовоздушная оборона представлена китайскими зенитно-ракетными комплексами КС-1. На вооружении армейской авиации стоит около 300 единиц самолетов и примерно столько же вертолетов. Истребительная авиация представлена шведскими многоцелевыми истребителями Грифен, американскими F-16 и устаревшими F-5. В вертолетный парк входят ударные «Кобра», многоцелевые «Иракез», французские «Фенек» и российские Ми-17. Военно-морской флот Таиланда имеет чуть более 50 крупных боевых кораблей. Он имеет легкий авианосец «Чакри-нарубет» для самолетов с вертикальным и укороченным взлетом и посадкой, однако используется лишь как вертолетоносец. Был построен в Испании в 1997 году. Основу надводных сил составляют фрегаты, такие как два корабля типа «Наресуан», построенные в Китае, но оснащенные оружием и электроникой западного производства. Имеется два ракетных корвета американской постройки типа «Ратанакасин», а также множество других кораблей «Итальянской», «Сингапурской», но в основном собственной постройки. Интересные исторические факты о Таиланде и его армии. В начале 1942 года Таиланд объявил войну Великобритании и США на стороне Японии. Фактически во время Второй мировой войны территория Таиланда находилась под японской оккупацией. С августа 1945 года до конца 1946 Таиланд был оккупирован английскими войсками, а в 1947 году в стране была установлена первая военная диктатура. С тех пор диктатуры часто сменяют друг друга, оставаясь при этом лояльными королю. В 1950 году Таиланд заключил в США соглашение о военной помощи, экономическом и техническом сотрудничестве. А в 1962 была принята декларация об обороне Таиланда, в соответствии с которой на его территории были созданы американские авиационные базы, с которых совершались налеты на Вьетнам, Лаос и Камбоджу. Части вооруженных сил Таиланда участвовали в боевых действиях во Вьетнаме. Летом 1976 года американцы вывели свои войска с территории страны, передав базы под контроль Таиланда. В период индокитайских войн 50-х и 70-х годов и последующих многочисленных военных переворотов и революций в соседних странах Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, военная обстановка на границах страны была не просто взрывоопасной, а фактически являлась пограничной войной. В эти годы территория Таиланда в ее приграничных зонах неоднократно становилась театром военных действий против вторгавшихся войск Вьетнама, Лаоса и армии красных кхмеров из Камбоджи. В июне 2008 года отношения между Таиландом и Камбоджей сильно обострились из-за спорного участка территории около 50 квадратных метров, примыкающей к индуистской святыне храму Прях-Вихеар. Международный суд в Гааге передал храм под юрисдикцию Камбоджи, однако Таиланд с этим не согласился, и стороны направили в этот район свои воинские части. Перестрелки между тайландскими и камбоджийскими военными на спорном участке происходили в 2011 году. Стороны обвиняли друг друга в неоднократных нарушениях границы и даже в химических атаках. Конфликт удалось завершить в том же году благодаря действиям ООН. В последние годы королевские тайские вооруженные силы увеличивают свое присутствие на международной арене, предоставляя персонал для корпуса миротворческих сил ООН. Тайские военные пополняли миротворческий контингент ООН в Восточном Тиморе, а также многонациональные миротворческие силы в Ираке. Ну а теперь давайте наконец сделаем вывод. В настоящее время вьетнамская народная армия располагает в основном оружием советского и китайского производства. Значительным недостатком вооруженных сил Вьетнама в настоящее время является архаичность структуры и очень высокая доля устаревшей техники. В сухопутных войсках она близка к 100%. Несмотря на имеющиеся финансовые и организационные сложности, сухопутные войска Вьетнама являются наиболее боеспособными среди государств Юго-Восточной Азии. Проблема недостаточной технической оснащенности данного вида вооруженных сил решается за счет поддержания большой численности личного состава и интенсивности боевой подготовки. Таиланд по численности имеет гораздо меньшие сухопутные силы, да и в техническом плане ушел недалеко вперед. Хотя если тенденция переоснащения армии современной техникой китайской и украинской разработки сохранится, то сухопутные подразделения Таиланда вскоре станут самыми современными в Юго-Восточной Азии. Артиллерийское стрелковое вооружение Таиланд обеспечивает за счет собственного производства. Военно-промышленный комплекс удовлетворяет потребности вооруженных сил военной продукции примерно на 25 процентов. Остальную продукцию импортируют в основном из США. Однако в последние годы Таиланд начал закупки вооружений и в других странах. Вьетнам продолжает зависеть от России в плане поставок вооружений, но тем не менее в целом его вооруженные силы обладают очень значительным потенциалом. Тем не менее им требуется радикальное техническое обновление, особенно учитывая тот факт, что основным потенциальным противником для них является армия Китая. В военно-воздушных и военно-морских силах Вьетнама в последние годы начато постепенное обновление боевой техники. С помощью России и Израиля создается собственный военно-промышленный комплекс. В первую очередь строится предприятие по производству стрелкового и ракетного оружия, развивается кораблестроение. Сегодня военный флот Вьетнама активно приближается к достаточно мощному и современному региональному флоту. В целом вооруженные силы Таиланда являются одними из наиболее боеспособных в регионе и имеющими большой опыт противопартизанской и противомятежной войны. Их военно-воздушные силы полностью отвечают современным требованиям и имеют на вооружении проверенную технику блока НАТО. Однако военный флот серьезно уступает флоту Вьетнама. Это характеризуется не только численностью морских сил, но и отсутствием подводных судмарин. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что по меркам стран Юго-Восточной Азии армии Таиланда и Вьетнама достаточно серьезно вооружены и в некоторой степени относятся к милитаризованным государствам. Во всяком случае, на полуострове Индокитай они делят первое место и определить, кто из этих стран имеет явное преимущество достаточно сложно. Ну а теперь обязательно посмотри мои прошлые выпуски, они ничуть не менее интересные. Напиши в комментариях свое мнение и вступай в мою группу ВКонтакте, все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания! ВКонтакте,